Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем большом канале. Сегодня у нас 27.06.2023. Видите, уже первый месяц лета заканчивается. Были, ну, ночь более-менее. Сегодня была в Украине такая себе. А днем были удары по Кременчуевскому району. Х-22, они не сбиваются. Сколько ракет молчат. Что там было, неизвестно. На фронте тоже вообще такое все. Типа движутся, куда движутся, какие-то там села. Но тоже, по сути, ничего нет. Уже четко даже американцы говорят, что идет отставание. Оказывается, какой-то график был. То есть они все знают. Только мы не знаем. Люди, народ Украины, которых, по сути, мужчин идет отлов. Идет охота на мужчин в Украине. Режим Зеленского, по сути, устроил сафари на украинских мужчин. Дошло уже до того, что гоняют эти автобусы с предкрытыми дверями, вылавливают мужчин, выскакивают, пакуют, ну и так далее. Потому что не хватает пушечного мяса. Большие потери, которые наблюдаются на этом фронте, южном, восточном. Ну, фронт. Все это осуществляется в интересах американского империализма, Великобритании, королевского двора, этого Ричарда и его конкорд-консорт, королевы. Для Германии. Ну, а в чем смысл для Украины? Для простых украинцев в чем смысл? Ряд отвоеванных. Будут отвоеваны эти территории? Какие территории? Разрушенные? Высохшие, где нет ни воды, ничего. Где это кладбище, то есть идет отвоевывание кладбищ. Для того, чтобы кладбище отвоевывать, надо, чтобы живые превращались тоже в покойниках на этих кладбищах. Так, Зеленский, или как? Для того, чтобы сбить провал, который произошел, когда можно было ночью двигаться за наступающими на территорию России колоннами ЧВК «Вагнер» 3-го числа, то есть надо было, чтобы бригады украинские двигались по вот этим коридорам, куда ушел ЧВК «Вагнер», и заходили на территорию Воронежской области и так далее. Этого ничего не было сделано. Можно было идти на Валуйке и туда дальше, через Белгородскую и на Воронежскую области и заходить в тыл, там, где ушли ЧВК «Вагнер», по этим дорогам, на Луганск и так далее, на Мариуполь. Там все было освобождено. В тыл российским войскам зайти. Этого не сделали. Потом проснулся товарищ Байден. Ну и якобы дан был приказ Вашингтонского обкома днем в субботу, чтобы уже не наступала Украина. А ночь, чем бы не наступать, когда приказ вам никто не дал, когда все спали, когда все проспала немецкая разведка вообще, только днем немецкое правительство узнало, что там, что-то происходит на территории Российской Федерации, что уже ЧВК «Вагнер» под Москвой стоят, захвачены уже и Ростов, Южный фронт, штаб-квартира, уже бежал Шойгу, Герасимов, Воронеж захвачен, что уже Липецкая область, Тамбовская и так далее, Тубская, что уже в Нижнем Новгороде они. Да, Запад показал полностью свою гнилость, деморализацию, неспособность и прочая-прочая деградация руководства Запада. Ну, давайте через эту призму и посмотрим на Запад. На Украину смотреть на нашу власть нема чего. С ней и так все ясно, она ни на что не способна. Артисты есть артисты. Ларечники – это ларечники. Они могут с подтяжка арестовывать людей, чинить беспредел, закрывать масс-медиа, осуждать людей, послужных судей натравливать и так далее. Это да, можно. Запугивать могут. А реально это просто обыкновенные куклы. Маркиза Карабаса. А вот смотрите, что дальше мы с вами можем подумать. Итак, есть ЧВК Вагнер, есть Пригожин, Уткин, есть Дюмин, есть мощный и других много генералов, есть ГРУ, ну, есть, в конце концов, Росгвардия, у нас Золотов, которые типа на коне. есть перепугавшийся Путин, в процессе есть Лукашенко, ну, и есть какая-то, так сказать, главная группа, заказчики. То есть, кризисный тест провели, ЧВК готовы пройти, вот четко вот у них есть уже план, что где-то за час они проходят, ну, сколько получается, минимум 100 километров в полном вооружении, захватывая города целые. Вот. Поэтому они готовы. Теперь вопрос, к чему? К чему они готовы? Ну, наверное, что сказал Володин, что против России воюют войска НАТО и украинские новобранцы. Он правду сказал? Да, правду. Мы видим, как отлавливают украинцев, пакуют их и несколько дней и отправляют на фронт. Плюс сформировали перед этим бригады, которые воюют оружием НАТО и там НАТОвские инструкторы. Ну, тогда вывод, что зачем России воевать в Москве на территории Украины, если она с таким же успехом может вернуть свои территории, которые принадлежали России и были захвачены НАТО? Какие-то территории, не знаете? Ну, например, Литва, Латвия, Эстония всегда были территории Российской Федерации. Финляндия, Норвегия часть, ну, заодно там, Швеция, Дания. Вот. Почему нет? Польша, Варшава, например, это все территории Ковчи, это территории России, Советского Союза, соцсистемы. НАТО их захватило? Да. Ультиматум НАТО Путин ставил в декабре, ноябре и Соединенным Штатам 21-го года. Ставил. НАТО нарушило договоренности, которые были у Горбачева? Да. Что они не будут включать в НАТО государство, соц... Лагерь Варшавского договора. Это были страны Варшавского договора, Советы экономической взаимопомощи. То есть, они принадлежали другим блокам. НАТО и Европейский Союз захватили эти страны, да. Иославию за социалистическую, федеративную республику Югославии захватили, оккупировали, да, оккупировали, захватили. Сербию расчленили, да. Косово забрали, албанцы, да. То есть, это агрессия? Конечно, агрессия. По нынешним временам была агрессия. Ну, так надо возвращать земли. Или как? Уже все разрушено, правильно? Хельсинское сооружение разрушено, разрушено. Берлинская конференция поздамская нарушена? Да. Тегеранская нарушена? Да. Полностью вся архитектура после Второй мировой войны, которая была выстроена, мира Советским Союзом, Соединенные Штаты, Великобритании, Франции, разрушена. Ну, а раз она разрушена, тогда надо восстановить то, что было. то есть Российская Федерация считает, что она может возвращать свои земли. Как она их будет возвращать? Да как получится. Что с Украиной понятно уже? Сейчас сделаю вам материал по Орбану. Орбан сейчас заявил заместителю главного редактора Бильд, что Украина как суверенное государство не существует. Несила, правда? Сейчас разберем это. А раз так, то тогда а что существует США и НАТО? А раз так, то надо воевать против НАТО, чтобы НАТО вернулось в те рубежи территориальные, в которых она и была до распада Советского Союза. Правильно? Правильно. Но тогда надо сила, которая, что заявил сейчас Лукашенко? Он говорит, что если Россия рухнет, то всех похоронят под своими обломками их. Ну, чтобы Россия не рухнула, надо, чтобы рухнула, тогда кто? НАТО. Ну, Лукашенко не хочет воевать. Россия тоже сама не хочет воевать, да и не способна. А кто способен? Чавыкова, Вагнера, Привожин, Уткин, Гру, способны. А что надо тогда делать? Ну, если они прошли почти 900 километров и готовы были Москву захватить, то, наверное, 70 километров им пройти от границы Белоруссии по Сувалковскому коридору, по Литовской части, так вообще, и соединить его с Калининградом это вообще не проблема. Что показало ЧВК? Что они могут выстраивать боевые колонны, которые захватывают города. Ну, так а что там Вильне захватывать? Это вообще не вопрос, правда? Что там захватить, например, Вильнюс? Это разве сложно? Совершенно не сложно. Там же огромное, правильно, в Вильнюсе на сегодняшний день, огромное, так же, как в Риге, огромное количество кого? Так сказать, людей русского мира. Правильно или нет? Они готовы встать на сторону России? Да. так вот смотрите, что получается. Ну, вот Вильнюс, например, да? Он же небольшой город, правильно? Маленький. Он же ничем не больше Воронежа или Ростова. Ну, Ростов больше, Вильнюс. Правда? то есть Путин и его, те, которые за ним стоят, невидимая часть синдиката, они хотят сорвать НАТО с саммит Вильнюси? Конечно. Они хотят, чтобы были выборы нормальные Российской Федерации? Конечно. Правильно? А как сорвать? Очень просто. Что для этого надо сделать? Надо взять Литву, вернуть свои руки. Как вы думаете, они могут это сделать? А, конечно, могут. Чем это не сделать? Вот смотрите. Все дороги ведут Вильнюс. Как идет подготовка к одной из крупнейших ювелирных выставок. Представляете? Это был еще 20-й год, а сейчас 23-й. Вот в марте там была 18-я международная балтийская ювелирная выставка Амбер. Представляете, дорогие мои? Там же огромные деньги, как вы думаете? Так вот, это можно спокойно, смотрите, там привезли даже огромный участников было, 607 тысяч человек, 200 участников, 600 покупателей. Представляете, сколько денег? То есть мы можем с вами говорить, что есть все условия для того, чтобы там хорошо поживиться. Там тысячи ювелирных лавок, а в Латвии еще меньше, а пятизвездочные готели, а торговые сети, а богатейшие собственники и так далее, и так далее. А кто это может хорошо сделать? Скажите, пожалуйста. Ну, я думаю, бывшие заключенные во главе с офицерами главного разведуправления Минобороны, которые имеют огромные сети еще с тех времен СМЕРШа. Они все знают в этих странах. Они же еще до 1990 года были частью советской коммунистической Кагибистской империи. То есть опыта прошло жизнь одного поколения чуть больше. Правда? То есть Трегожин, Уткин и другие могут туда зайти, а что туда не зайти? Приз есть? Есть. Огромный приз. А Лукашенко, если по этой терминологии говорить, воровских общаков, воровских общаков всегда были хазы, малины. Он может Беларусь держать как главную хазу? С процентов. Может. Он заслужил это? Конечно, заслужил. А военн, валют, КГБ с двумя справками сумасшедших. Нормально? Нормально. Диктатор. А где вообще все лежат? Конц заключенных? Больше? Уже сколько утопили? В асфальт бетон закатали? В тазик поставили? Бетон бросили в болото? В трясину? Чтобы не всплыли с тазиками? М? Как дела, ребята? Ну, все готово. Как раз. Что надо? Сегодня у нас 27-е, а саммит НАТО 12-е июля? Тут еще такая произошла оговорочка у Столтенбера. Как то он так себя повел? Непонятно, да? Он сказал вместо российского режима вдруг сказал как же это он сказал? Так интересно. Сейчас попробую его найти. Сейчас если найду. А вот есть. он сказал так То есть Генсек Нагда во время пресс-конференции в Вильнюсе как раз там же идет подготовка к саммиту там как раз стоял этот министр обороны Борис Писториус ФРГ он сказал что вооруженный мятеж ЧВК Вагнер продемонстрировал хрупкость германского режима. После этих слов Минобороны Борис Германии Борис Писториус удивленно переспросил германский режим какой германский режим Столтенберг тут же исправился заявил что имел ввиду Россию вот смотрите нехило правда как вам это так сказать так сказать невербальная оговорка по Фрейду Столтенберг так просто не бывает правда то есть фактически полная деморализация натовской верхушки они его даже переизбрать не могут просят чтобы он еще на год остался так он уже почти как Байден то есть они уже как говорится сладкая парочка твикс то есть мы с вами видим что все условия для того чтобы ЧВК Вагнер во главе как ударная сила еще ему там чуть-чуть добавят золото этот золотов как раз им передаст танки ему сказал Путин дает для Росгвардии но он передаст ему вот я думаю Дюбин тоже Дюбин тоже постарается и передадут Алексеев опять-таки вот этот бывший президент Ингушетии что надо дадут и он спокойно пойдет так что Эстония Латвия я так понимаю Литва подготовьтесь все готово а чтобы не дергались для этого есть теоретические изыскания этого как он называется Тринина и этого второго там на Д Киселев их озвучил что будете много дергаться мы ударим по вас тактическим ядерным оружием по Вашингтону Тринин сказал поэтому расслабьтесь получайте удовольствие ну вот я так думаю давайте посмотрим будет так как этот поется в песне говорит а дальше будет еще втрое интересней да посмотрите там есть песня там написано как раз эти ребята сделали Дойчевеле заповедник недоумки что мы будем делать они расширяют НАТО чтобы было легче попасть такая песня прямо пророческая посмотрите будет вам интересно там написано что это любимая песня Путина ну а что в Украине в Украине будет ничего прекращение огня и Северная и Южная Корея может я ошибаюсь дай бог выставляем Соскина на моем большом канале сегодня у нас вторник 27 ждать осталось недолго может я ошибаюсь в самом деле пишите подписывайтесь на второй тоже Соскин Ньюс до новых встреч